Главная цель социального контракта – стимулировать граждан, которые оказались в трудной ситуации. Уже сейчас наблюдается рост заключаемых контрактов. Мы задали основные вопросы начальнику отдела оказания адресной помощи о путях реализации, сумме выплаты денежных средств и основных нюансах при заключении социального контракта. Сергей Викторович, самый главный вопрос, который интересует многих – сколько же можно получить выплаты денежных средств по социальному контракту? По социальному контракту в зависимости от направления заключаемого социального контракта на открытие индивидуальной предпринимательской деятельности до 350 тысяч, содействие в поиске работы до 60 тысяч и выход из тяжелой трудной жизненной ситуации – 97 тысяч. Расскажите, пожалуйста, по этапу на путь заключения социального контракта. В 2024 году гражданам облегчили подачу заявления. Можно подать через госуслуги. Заявление поступает в управление соцзащиты, рассматриваются документы. Если человек хочет открыть свое дело, он предлагается, он представляет нам свой бизнес-план по тому виду деятельности, что он хочет, в котором расписано, что он будет делать, что он планирует приобрести, какие при этом он будет внести расходы, какие он будет планировать получать доходы. Далее проверяется гражданин, соответствует ли он условиям заключения контракта. И, соответственно, заключаем контракт, перечисляем гражданину деньги. Денежная выплата осуществляется до конца месяца, в котором был заключен контракт. Стоит отметить, что гражданину передается полная сумма единым платежом. Исключение – контракт по преодолению трудной жизненной ситуации. Здесь выплата осуществляется единовременно или ежемесячно в течение срока контракта. Есть еще некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. Насколько я понимаю, одно из условий, чтобы получить выплаты, гражданин не должен по заработку превышать прожиточный минимум. Так ли это? Совершенно верно. Социальный контракт заключается с гражданами, которые по независимым от них причинам оказались в трудной жизненной ситуации, являются малообеспеченными семьями, малообеспеченными гражданами или другими же категориями, которые имеют прожиточный минимум ниже установленного в регионе. Сколько у нас сейчас прожиточный минимум? 14 835 рублей. Одно из условий – прохождение теста на знания бизнес-процессов и налогообложений. Тест показывает, насколько вы компетентны в вопросах бизнеса и готовы ли нести ответственность перед государством и обществом. Те, кто не посвящены в тонкости предпринимательства, могут пройти бесплатное обучение в бизнес-инкубаторе автономно-некоммерческой организации Агентства городского развития. Консультанты всегда на связи. Также гражданин может открыть любой вид бизнеса. Одна женщина заключала в соцконтракт раков разводить. То есть направления деятельности совершенно разнообразные. Особенность такая. Основные средства, в соответствии с действующим законодательством, приобретаемые в рамках социального контракта, в течение года не могут отчуждаться таким-либо образом, не могут дариться, сдаваться в аренду, продаваться. Нельзя покупать основные средства у близких родственников. Социальный контракт – это большое подспорье для граждан. Семьи открывают собственный бизнес, который помогает встать на ноги и выйти на хороший заработок. Луиза Башманова, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ.